В Северном районе действуют два пункта выдачи карт забота Дворец культуры и библиотека номер 4 на Северном шоссе 29. В списке каждого по 2500 получателей. В первый день работы проекта в пятницу в ДК Северной владельцами дисконта стали более сотни получателей, а за один час сегодняшнего утра – два десятка. Затем, как организован процесс, сегодня наблюдали глава Комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания области Евгений Коротков и председатель Совета ветеранов Алексей Акишин. Нареканий со стороны ревизоров нет, длинных очередей удалось избежать. Любое начинание можно и портить, если сделать из этого суету, толпу, а здесь все хорошо организовано, люди не задерживаются, люди довольны. Ведь у нас часто очень много людей, которые кричат, что надо сделать, надо сделать то, надо сделать то, но, к сожалению, очень мало людей, которые могут реально это все выполнить, реально сделать. Я считаю, что очень хорошо сделали продуманное мероприятие, и оно не скомканно, оно распределено во времени и график, и людям, в общем-то, это неутомительно, скорее даже это интересно. Хотелось бы, чтобы оно прижилось и работало очень хорошо. Ветераны одна из сторон этого проекта, это потребители этого проекта, и ветераны сами очень активно участвовали в подготовке проекта, подготовили достаточно много предложений. И вот то, что проект разделен на несколько этапов, на самом деле это как раз возможность реализации вот этих предложений. На первом этапе у нас не все категории льготников включены в состав потребителей. То есть сегодня здесь все пенсионеры по возрасту, чернобыльцы, все инвалиды и многодетные семьи. Еще в планах с 1 сентября включить сюда льготные категории студентов и учащихся в средних специальных учебных заведениях. Дальше одна из задач – это расширить перечень услуг.